Пространство библиотеки вновь окуклились. Куклы ручной работы поселились в Слободской районной модельной библиотеке на все оставшееся лето. Эти игрушки на самом деле созданы не для игры. Дело в том, что они привыкли греть. В центре внимания посетителей куклы-грелки для заварочного чайника. Автор работ – слобожанка Татьяна Ларионова. Она одевается на заварочный чайник сверху и согревает, не дает остыть чайнику. Сохраняется тепло, чай более хорошо наваривается в такой куколке. То есть куколку сняли, чай попили, можно снова одевать. Она является своеобразным термосом. Вся жизнь мастерицы связана с шитьем. Много лет Татьяна Ларионова проработала на меховой фабрике. Это обстоятельство позволяет ей каждый стежок выполнять качественно, при этом не теряя из вида творческую сторону рукоделия. Образы кукол такие же разные, как грани волшебного мира. Из самых глубин фантазии черпает свое вдохновение Татьяна Искусница. И каждая работа согрета теплом. Еще бы, ей ведь это тепло хранить и дальше. Издавна кукла-грелка считалась символом русского чаепития. Всегда за большим столом, самоваром с куклой-грелкой собиралась вся большая семья. Родня, соседи, добрые друзья. И проходила обсуждение каких-то тем. Обсуждали новости, обсуждали проблемы, решали какие-то вопросы, но и просто беседовали о чем-то хорошем. И вот Татьяна Ивановна решила тоже заниматься изготовлением таких кукол для того, чтобы вокруг такой куколки интересной, очень красивой собиралась вся семья. То есть своим рукоделием она как бы объединяет всю семью за одним большим столом. Самая добрая Баба-Яга. Знакомьтесь, пожалуйста. Такая дитя не напугает. Напротив, вызовет улыбку. Это скорее хранительница домашнего очага. Сюжетная кукла. Говорят о ней сотрудники библиотеки. Баба-Яга, конечно, очень интересный персонаж. В данной кукле она отображает такой добрый характер, который не отпугивает людей, а наоборот притягивает к себе изделия. Материалы, из которых выполнена Баба-Яга, конечно, самая разнообразная. Основным элементом является ткань мешковина. Это очень такая интересная ткань, работать с которой не очень просто, конечно. Но выглядит она уже в процессе изготовления очень хорошо. Очень много различных мелочей. Вот мы видим из полимерной глины такие бараночки сделаны. Есть баночка такая замечательная. Даже вот котик, который сидит в кармашке. И дополняет образ, конечно же, вот такая интересная метла. В складках платьев еще полюбившиеся нашим предкам натуральные лен и ситец. Эти ткани рукодельница использует и для создания интерьерных кукол и тильт. Они на выставке тоже представлены. Экспозиция продлится до конца августа. Полюбоваться авторской куклой посетители традиционно могут совершенно бесплатно. Более того, еще и подобрать литературу, которая поможет научиться шить подобные шедевры самостоятельно.